Итак, детская тема у нас продолжается, даже детская, не только детская, и взрослая, и для самых маленьких детей мы сейчас позвали вот нашего следующего гостя. Да, и сейчас у нас в гостях директор детского парка Александр Шабанов. Здравствуйте. Доброе утро. Я знаю, что уже к новому сезону, да, вот весна, май, лето, когда больше всего детей в детском парке, все на каникулах, все на отдыхе, у вас особые приготовления. Ну, конечно, в первую очередь это детский парк, мы должны работать у нашего основного посетителя. Мы давно уже себя позиционируем как театр под открытым небом, у нас по выходным дням, и не только, теперь уже и в будни ходят аниматоры, хадулисты, живые скульптуры, будем продолжать добавлять артистов, чтобы было интересно. Но это уже давно достаточно. Да, вот, к сожалению, аниматорами уже никого не удивишь, поэтому мы сейчас думаем, размышляем, чем следующим мы будем удивлять наших не только маленьких, но и взрослых посетителей. Ну, детский парк ожил очень сильно с некоторых пор, поэтому, если как раньше по сравнению с тем, сейчас просто приятно зайти не только детям, но и взрослым, пройтись, и какое-то ощущение спокойствия и радости сразу присутствуется. Какое-то вот такое ощущение сказки, праздника для ребенка, когда вот даже взрослым проходишь, и ты видишь радующихся детей, веселящихся, чистые олейки, действительно, аниматоры в костюмах, на ходулях артисты. Озеленение. Озеленение, конечно. Очень много у нас цветов, и в этом году мы будем пополнять нашу коллекцию цветущих весенних, летников, осенних цветов. Вот, помимо этого, иллюминация у нас потрясающая. Мы в этом году добавили более трех километров иллюминации по деревьям, да, у нас вся аллея светится разноцветными бабочками порхающими, огнями, мигает все, деревья укутаны. Дуб потрясающий на поле несказок, на котором около пяти километров иллюминации. У вас даже в вечернее время, да, в форме каких-то зверушек, в форме чего-то, вот тоже иллюминация есть, да? Мы экспериментируем, и вечером, особенно в летние теплые дни, приглашаем сексофониста, когда уже наступают... Романтические часы. Да, и включаем иллюминацию, и играет потрясающий человек на сексофоне, приходит, знаете, более преклонный возраст, сидятся на скамейке, с удовольствием слушают. Конечно. Самое приятное, что вот культовые какие-то экспонаты, фигуры до сих пор сохранились, вот еще я помню эту голову Илья Мором, за которую я еще шлепал ладошкой маленький, вот до сих пор все это есть, облагорожено, все красиво. Каждому было интересно, что же внутри. Да, да, что там внутри, я до сих пор выросла, но не знаю. Внутри там стояла промышленная дверца и промышленный вентилятор большой на потолке, который создавал шум и вот этот эффект дующей головы. Да, мы это восстановили, мы поставили более современное оборудование, пушку и датчик движения. Вот прямо сегодня надо пойти и послушать, как он дует. Да, как он дует. Что касается зооуголка. В юбках не подходите, эффект Монро. Хорошо. Хорошо, давай, Дима, особенно к тебе, Денис. Зооуголок тоже расширяется, тоже пополнение живности там идет, люди, говорю, животные рождаются новые у вас, да, это большой показатель качества содержания. И новых качественных условий. Мы очень рады, и наши сотрудники, тому, что зоопарк расширился вдвое. Мы начали строительство новых вольеров, большого вольера для прайда Львов, потому что Львов у нас только за последний год, она привела более десяти. И сейчас у нас два маленьких детеныша, которых через неделю мы будем забирать. Вот помимо этого мы построили большой вольер для коз камерунских, которые у нас родились. Построили вольер новый, на новой территории для страусов, которые тоже у нас в этом году папа высидел достойные яйца. Папа высидел? Да, у них... Так заведено, что страусов высиживают именно санцы, да? Да, русские у вас традиции и нравы. Потомство страусов, верближонка, ослика и вот львы, конечно же. Ничего себе, ну вы просто интригуете и завораживаете. Я знаю, что на территории за уголка уже давно, да, есть детская площадка, это такая большая радость для всех детей и для мам, когда ребенок устает, например, долго ходить, осматривать, и вот можно поиграть, попрыгать, побегать, покататься и дальше продолжить осмотр и знакомство, общение с животными. У нас две площадки, на новой территории мы планируем тоже установить какие-то объекты. Качели, объекты, да? Качели, да, такого досугового. Но новая территория, она у нас будет больше приближена к природе. Там потрясающие деревья и в большом количестве очень теневая такая зона, где можно будет летом особенно приятно проводить время, где будет газонная трава и поменьше таких аннуаций, больше приближены к природе. Допустим, дорожки мы хотим отсыпать, пока плитка тротуарная, не производить мощение. Ну, в таком... Эффект естественности, да? Естественности, да. А вот к 9 мая у вас есть также военная аллейка, аллейка памяти, да? Вы ее как-то будете облагораживать? Аллейка героев. Героев войны, да. Наряжать? Нет, облагораживать, может быть, приводить в порядок памятники, да, побелки. Мы уже их побелили водоэмульсионной краской, которая моется, износостойкой. И самих героев, конечно, уже почистили. Мы это делаем с наступлением ежегодно, когда весенний аппарат приходит. Редко мы захаживаем в детский парк, да? Да. Опять же, еще один показатель. Аквариум был раньше в детском парке. То есть он функционирует сейчас? Нам пришлось ненадолго его закрыть на осень и зиму. И вот сейчас, буквально через две недели, мы должны приобрести новые аквариумы, рыбу, рептилии, и мы его запускаем вновь в работу. То есть в планах уже к лету открыть, возобновить работу аквариума, да? Да. А какие-то долгосрочные перспективы планируются? То есть, допустим, не в этом году, а на следующие? То есть чего бы хотелось, да, вот такие планы? Сейчас много текущей работы. Вот мы все видели, как мы сделали буквы, приходим в детский парк. Но осталось тротуарное покрытие. Мы сейчас работаем над тем, чтобы его тоже заменить и восстановить парапеты. Параллельно прошли тендеры по благоустройству дополнительных прогулочных аллей. Там будет новое тротуарное покрытие, будет освещение. И развиваем часть, которая ведет на корабль, Бригантин, который находится с улицы Киевской. Любимое место всех детей? Это была ранее незадействованная часть, где раньше жили и спали бомжи, существовали. Мы привели их в порядок, поставили там такую потрясающую площадку, поставили освещение. Скамейки, урны. Будем продолжать ее, знаете, благоустраивать, делать новое тротуарное покрытие, ставить какие-то элементы благоустройства. Очень детям нравятся бетонные фигурки. Да, да, да. Поставили вокруг корабля капитана, пирата, бегемота, большого льва бетонного. И дети с удовольствием по ним лазят. Вот я планирую вдоль аллеи поставить такие же фигуры. И по территории парка работает Wi-Fi. Вот да, только хотелось спросить. Это очень важный момент в нынешнее время. Я помню, в прошлом году обещали, что будет на всей территории детского парка. А Wi-Fi, как сейчас с этим делом стоит, уже, я так понимаю, работает вовсю. Причем, чтобы это было бесперебойно, у нас работают два, как называется, две разные фирмы, которые предоставляют свои услуги, чтобы не было перебой. Чтобы мощный сигнал был. В зоопарке также работает Wi-Fi. Можно прийти с ребенком, пока он играет на площадке, смотрит животное. И найти информацию об этом животном, да, если ребенок будет спрашивать. С своими текущими вопросами. Какие-то тематические праздничные мероприятия планируются в честь грядущих праздников? На майские праздники будут. На майские праздники. Большая программа, интересная. Две площадки будут задействованы. Одна на основной сцене, одна около дуба. Как традиционно мы это делаем. Мы приглашаем церковых артистов, разные танцевальные коллективы, певчи, шоу с животными. Насыщенная программа. Я, кстати, хочу напомнить, что у детского парка имеется сайт, и вся информация на ближайшие выходные, на грядущие праздники. Можно посмотреть там вплоть по времени и выбрать с ребенком наиболее понравившиеся себе программы, мероприятия, да, и прийти посмотреть. И отдохнуть уже полноценно. Прекрасно. Вся афиша есть, все можно узнать, все можно распланировать. Слушайте, вы такую большую работу проделываете. Вам удачи, чтобы в дальнейшем все складывалось благополучно, и чтобы парк работал на радость и детям, и родителям. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Напомню, сегодня у нас в гостях был Александр Шабанов, директор детского парка. А мы вновь напоминаем о том, что сегодня, 12 апреля, отмечается День космонавтики, и далее в риторическом вопросе. Рита Кондратьева активно узнавала у крымчан на тему, что она узнавала, почему космонавтам быть хорошо. Давайте послушаем мнение.